Спортсменки, бизнес-леди, сотрудницы МВД, дизайнеры, учителя, 25 красавиц таких разных и таких вдохновляющих вышли в финал конкурса Миссис Санкт-Петербург 2018. Мероприятие заявлено как конкурс красоты и материнства. Тема «Матрешка» – символ матери большого семейства. И своим участием я хочу показать, что можно быть красивой мамой, успешной, можно работать, можно растить троих детей, которые будут также активно вести деятельность общественную, как и мама, участвовать в конкурсе. Участницы привезли с собой целые группы поддержки. У нас коллектив – это творческая мастерская Академия странствий, которая создана одной из конкурсантов – Светланы Исаевой. И мы вот ее сотрудники, артисты, и сегодня мы пришли ее поддержать. Мы будем угощать жюри вкусными запеченными яблочками, которые приготовила как раз Светлана. Среди участниц мы нашли обладательницу очень известной фамилии. Мы являемся потомками Фолиния Николая Васильевича Гоголя. Конкретно, если более углубляться, то наша ведь, в том числе и Николая Васильевича, идет от очень известного гетмана правобережной Украины Остапа Гоголя, который являлся впоследствии прототипом, соответственно, Тараса Бульбы. Вы сегодня будете делать то, что делал ваш знаменитый родственник? Писать – нет, читать – тоже. Но немножко, я думаю, поднимаем. Я имела в виду сжечь. Сжечь – то да. Три условия, при которых вы ни за какие деньги не согласитесь на фотосессию? Ну, фотосессия, скорее всего, в ню в каком-то стиле или полностью раздетыми. Соответственно, мы мамы, и такого мы себе не можем. Ну, пожалуй, какие-то экстремальные, может быть, на каких-то высотных трышах, потому что я безумно боюсь высоты. Позади у девушек отборочные этапы – конкурсы на самый вкусный завтрак, знания истории России и правил дорожного движения. Чтобы носить корону, одной красоты мало. Подготовка очень серьезная. То есть два месяца мы ежедневно вот бок о бок с девочками танцуем, поем, пляшем. Каждый день мы просыпались, приводили себя в порядок и выходили как на сцену, потому что каждый день за нами наблюдали камеры, где мы не находились. Девушки на подиуме теряют за время показов полтора килограмма, хотя там, по идее, они таковы, что кажется, что терять им нечего. Это, на самом деле, тяжелая-тяжелая работа, очень сложная профессия. Сейчас ночь легла, в 6 утра легко встала, и вообще до сих пор бодрая и весела. Все прекрасно, все репетиции, все как бы голодные все, но ничего, зато красивые, стройные. Как модели могут снять стресс перед таким ответственным конкурсом? Ну, мне кажется, нужно себя как-то настраивать на позитивный, на спокойный лад, относиться по всему, прежде всего, с позитивом, с тем, что мы пришли сюда получить удовольствие, чтобы вы, зрители, получили удовольствие. Среди участниц три брюнетки, шесть шатенок, 15 блондинок и одна огненная рыжая фрукторианка. Есть ли какая-то, ну, у вас конкуренция с блондинками-брюнетками? Я думаю, что нет. Я не вижу конкурентов, в том плане, что мы здесь все друзья, вот девочки, все подружились, и как бы все друг к другу очень хорошо относимся. То есть, я не могу назвать кого-то конкурентами. Мы все здесь победительницы, каждая для себя. Среди партнеров конкурса знаток модельного бизнеса и мама принца вселенной Наталья Веселова. Какой, на ее взгляд, должна быть победительница сегодняшнего конкурса? Если она выиграет, да, займет на какой-то титул, место, она должна быть готова распахнуть все сердце, душу и поехать представлять Россию, ну, не знаю, там, миссис-вселенная. Но она должна быть открыта и не зажата. Уверены, новая миссис Санкт-Петербург отвечает этим ожиданиям. Корону получила мастер спорта по фехтованию 30-летняя мама двух дочерей Евгения Мягких. Ксения Тихонова, Даниил Маливанов, телеканал СОК.